Привет, меня зовут Маша, это первая серия Компактной династии, и сегодня мы узнаем, с какой же девушкой из этих семи он уйдет к себе на свой участок строить свой компактный дом. И не забываем, что у каждой девочки в этом городе, в этом очень странном городе, есть скелет в шкафу. И о нем мы узнаем только тогда, когда наша избранница переедет и станет женой главному герою. Теперь наш мальчик осмотрится и проверит девочек, кто ему больше всего нравится. Над кем загорится сердечко, та для него самая-самая. Давай. Ты далеко пошла? Иди сюда. Иди сюда. Раз, два, три. Ему больше всего понравились эти три девочки. Микелла, Никс и Ариетта. Я знаю, как мы сделаем. Девчонки, которые ему понравились, отправляются вместе с ним на сранчо, но только будут его соседками. Посели мы их в домики, и они тоже там будут бегать с ним по городу рядышком. Всех остальных я, наверное, уберу из города и оставлю их до следующего поколения, может быть. Ну, или для какой-то новой такой вот интересной ситуации. Я думаю, это сделать для того, чтобы симочки не старели, потому что тут низкая продолжительность жизни. Теперь главная задача быстренько прокачаться с Никс романтикой и дружбой, чтобы мы могли сделать предложение, пожениться и зачать ребенка. Эту симочку прислала мне подписчица Эшли. И давайте вкратце послушаем историю. Полную историю можно посмотреть на стриме, где я рассматривала всех симочек-участниц. Никс рассказала Алексу, что совсем недавно оказалась в этом доме. Раньше у нее была успешная карьера модели и даже небольшие роли в кино, благодаря известной актрисе-матери. Но случилось горе. Ее мама погибла в авиакатастрофе. И отец, не пережив потери, сошел с ума, бросил успешную семейную IT-компанию и пропал на островах Сулани. Никс пришлось тяжело. Но у нее есть двоюродный брат, который помогал ей и теперь ведет дела отца. Но, к сожалению, он далеко отсюда. Теперь он живет с своими детьми на Сулане и параллельно ищет отца Никс. Вот такая история получилась у Никс. И Алекс старается максимально с ней через корлик общения прокачать. Я вижу, что к разговору уже подсоединилась Риетта. У нас тут двери нигде не заперты. Все могут свободно приходить и общаться. Она решила тоже как-то поддержать разговор. Видимо, пыталась рассказать свою историю, но Никс быстренько свернула ее попытки. Алекс решил тоже поделиться своей историей и сказал, что бежит от страшного проклятия в надежде спастись в каком-то укромном городке. Потому что его преследует кровать убийца, которая, собственно, и оставила его одиноким в этом мире. И у него нету ни рубля в кармане, поэтому он очень благодарен девочкам, что его приутили. Потому что он не знает, что его ждет в новом городе. Такой себе женишок, я бы сказала, да. Девочкам, наверное, не повезло. Хотя, может, это Алексу не повезло. Что это за странные женщины? Он еще не знает, что у каждой из них есть свой секрет, который будет очень сильно мешать Алексу и нам с вами играть в эту компактную династию. Так что девочки, возможно, его тут и поджидали. Ведь они мало вписываются в стилистику этого дома. И, может быть, это они его сюда завели. Никс крепкий орешек. Как-то не поддается особо на флирты. Зато Ариетта тут как тут на подхвате. Только дай мне, кажется, шанс. Она согласится быть с нашим парнем. Давайте продолжим ей авантюру. Тоже с ней пообщаемся. Как она заинтересованно его слушает. Да, да, да. Очень интересно. Муравьи, да. Это мне интересно. Я боюсь уже какие-то романтические действия делать к Никс, потому что она все время их отвергает. Блин, даже не знаю. У нас не первого поцелуя. Пока еще ничего нет. Давайте просто еще раз похвалим ее еду. Может, она оттает. Ой, она у нас на кровати до сих пор сидела. Я ее даже не заметила там. Она уже давно ушла. Стараюсь уже. Сколько можно? У меня же пальцы болят. Накидывать им через кролик полоску. Ты чего? О, чего это? Чего происходит? Какая-то уже сильная обида у них. Никс, что с тобой происходит? Чувство персонажа Алекс. Алекс узнает, что Никс поступил неправильно. Никс, блин, ты чего с ума сходишь? Сейчас мы переобуемся и с редкой будем общаться. Чего нам? Я так поняла, Никс его отчитал за то, что он тарелку на пол поставил и не отнес ее в раковину. Давайте, наконец-то, похвалим ее внешний вид. Обычный стандартный комплимент. Давайте уже. Сколько времени прошло? Вообще, вообще ни в какую с ней невозможно построить отношения. Что это за женщина такая? Мы к тебе и так, и сяк уже, и наперекосяк. Вообще ни в какую. Давайте-ка пообщаемся с Риэттой. Она как-то все время была рядом с нами. О, только Алекс перестала развлекать разговорами Никс, она сразу усвистала. Какое-то общение в одни ворота получается. Мне кажется, Алекс уже подустал от этого. И он решил поподробнее узнать, кто же такая Ариетта. И молодая писательница не слишком много о себе рассказала. Всего лишь о своих интересах, о том, что она большая любительница моря, котиков, и обожает виды на красивые заснеженные горы, потому что она родом из Камареби. Но так случилось, что у нее есть непереносимость холода, и ей пришлось переехать. Она очень мечтает жить на своем собственном острове, в Сулане, и, конечно, грезит о том, чтобы посетить моря и океаны, все, которые существуют в этом мире. Эту симочку для меня сделала Лера, секрет май. Так что посмотрим, вдруг она и станет женой нашего Алекса. Хотя я вижу Ариетта, ой, не Ретта, Никс тоже притаилась-то. Смотрите, пришла на кровать, подслушивает. Опа! А кто это у нас тут? Вики решила взять все в свои руки или груди, кто тут уже поймет. Поняла, что что-то недолго все зависают наверху, и в итоге так ничего и не решается. А Вики такая девушка прожженная в любовных делах, поэтому пошла в наступление. Сразу тусовку разгонять, это непонятно. Ариетта сразу спохватилась, высветилась табличка, что она любит обсуждать интересы. Сразу более заинтересованно она начала слушать Алекса, чтобы, видимо, он не отвлекался на Вики. Оп-оп, охотница круги наматывает. Посмотрите, со всех сторон, чтобы ее видно было. В целом Вики все делала правильно, потому что тревога в доме нарастала, и какое-то напряжение становилось все светлее и светлее. Наступало утро и новый день. И вдруг Алекс понял, что он не сможет покинуть этот дом, и никто не сможет, пока он не выберет себе жену. И он понял, что лучше всего к нему относится Ариетта, и он сделал шаг флирта, начал с ней заигрывать. И посмотрим, как она отреагирует. Слушайте, ну, Ариетта очень податлива на флирт. Она, видимо, очень хочет выбраться из этого дома. И давайте попробуем соблазнительно шептаться. И следующее я попробую, наконец-то, первый поцелуй. По-моему, он уже доступен. Ура, у нас есть первый поцелуй. Ну, если она не откажет, то точно не зря она слушала про всяких муравьев и тараканов. Ну, все, наша девочка, да? Но на первом поцелуе мы не остановимся. Оказывается, чтобы покинуть дом, нужно не только сделать первый поцелуй и пожениться, но и зачать ребенка в первый день своей молодости. Поэтому этим мы и займемся. Сразу я проверять беременность не буду. Уже как съедем и приедем в новый дом, тогда уже и посмотрим. Но у ребят все складывается отлично. И сейчас нужно сделать ее своей парой и пожениться. В трусах в коридоре встали. Зачем? Зачем? Почему? Все, он ей предложил. Она согласна. Давайте ее еще обнимем разочек. Резко Алексу понравились идеалисты после общения с этой девушкой. И также понравились очень одухотворенные персонажи. Интересно, как это повлияет дальше на их общение с Ариеттой. Но она его явно поразила. И общение с ней открыло какие-то новые грани в его восприятии миром. Так, давайте. И людей в целом. Ну что у нас? Зеленые отношения. Давайте сделаем ей предложение. Блин, давайте только переоденем. Ха-то как-то совсем. Они тут у нас стоят. Стоят не гляжи. Алекс Амуре очень любит вас и хотела бы связать свою жизнь с вами. Вы согласны? Да-да, я согласна. Ариетта безумно рада тому, что происходит. И у нас Никс стала ревнивой. Нифига себе. Никс, а нужно было... Нужно было вообще-то, знаешь, не быть такой недотрогой, я не знаю. И не выпендриваться, так сказать. Потому что мы очень долго пытались... Пытались что-то сделать с тобой. Но ты ни в какую просто не хотела. Ну, кажется, Никс и Ариетта должны стать врагами. После такого... Скажи, увела. Увела парня. Она из-под носа у тебя. Все, опарочка у нас готова. И давайте всех подзовем. Приеданный. В последнее время Алекс проявляет особую приеданность в своих отношениях. Доверие играет для него большую роль. Принять перемену? Да, принять. Девочки рады за Ариетту, но не от всего сердца. Собираемся на свадьбу. Тут уже у нас и арка свадебная, и платья все готовы. Как будто этот момент был предрешен. Все говорит об этом. Но наши молодые счастливые, довольные. И готовы объединить ворох проблем с одной стороны и с другой стороны в одну большую кучу. Совсем скоро мы узнаем, что за секретик скрывает Ариетта. Но пока наши молодые очень счастливы и веселы. Она, видите, получает новую черту. Не боится девочка сложностей. Наоборот, с предвкушением и позитивной какой-то надеждой ждет продолжение. Алекс целует Ариетту, и они собираются в дорогу. А что же наши девочки, которые останутся в доме? Я только что заметила, что все, почти все девчонки одеты в черное. Какие-то у них похороны, а не свадьба. Но, конечно, я знаю, почему они так одеты. Ведь они не могут покинуть этот дом. Они в нем становятся бессмертными. Но выйти не могут. Им нужен для этого новый мужчина. Поэтому здесь они будут поджидать своих новых ухажеров. И с ними уже будут отправляться в город, где поджидает наша новая парочка, наши молодожены. В начале этой серии мы определяли, кто же понравился Алексе. И у нас получилось три девочки. Одна из них это супруга, с которой он уже уехал. Вторая девочка это Микелла. Мне ее сделала подписчица Розмаре. И по истории у нее есть два друга, которые в нее влюблены. Как раз они вытащат ее из этого дома. Она уедет вместе с ними жить на сранчо. И третья девушка это Никс, у которой, как мы помним, есть двоюродный брат на островах Сулани. И она напряжет его, попросит о помощи. И он, конечно же, ей не откажет и вернется, чтобы ее вызволить из этого дома. У Никс, кстати, такие грустные мудлетики, обреченные отношения. Вы заставите любимого персонажа за изменой. Этот персонаж больше не такой уж и любимый. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. А девчонки не соврали. Город был совсем рядом, всего лишь за перевалом. И уже через пару часов наши молодожены увидели свой участок. Участком, конечно, это можно назвать только и участком. Дома там совершенно никакого не было. Зато стояла кровать убийца. Алекс сразу же впал в стресс, потому что он именно от этой кровати пытался убежать. Но его успокоила Ретта и сказала, что в этом городе мужчины вне всякой опасности, ничего с ним не случится. Зато вот у нее есть тайна, которую она сейчас расскажет. Перед тем, как мы вместе с вами узнаем секрет Ретты, я вам расскажу о всех семи секретах, которые есть. Эти секреты влияют на действия персонажа, на его работу, на дом, на черту характера. Мы выберем для каждого секрета черту и заменим одну из черт Сима. Также они дают постоянный убыток для семьи. И, возможно, какой-нибудь бонус. Я еще не ко всем секретам придумала все пункты, поэтому если у вас тоже есть какие-то идеи, можете поделиться. И, возможно, я это включу. Также мы будем играть. И, может быть, в процессе игры какие-то еще варианты придумаются. Первый секрет – некоторолюбка. Эта девушка будет каждый день пить вино, и если вдруг его нет, то до утра пойдет тусоваться в бар. Работает либо неполный рабочий день, либо пытается заработать на навыках, которые в тренде. Испытания на участке дикий бурьян и грязнуля. Насчет убытка будет терять растения в своем саду от нуля до ста. Второй секрет – это изменщица этой девушки. Постоянно нужно мужское внимание, и она будет знакомиться и общаться с мужчинами лучше с новыми. Работа ей подходит любая из убытков. То, что она стабильно изменяет, и поэтому может подкинуть чужого ребенка к нам в семью. Черта характера – романтик. И бонус – то, что ей любовники могут подарить деньги или какие-то другие подарочки. Третий секрет – обжора. И эта девушка постоянно мечется в двух состояниях. Либо много ест, либо активно худеет. Из-за этого имеет два разных образа в своем гардеробе. Работа при первом варианте, когда она много ест, она прогуливает работу. Когда она активно худеет, она пойдет на любую работу. Убыток тратит от 10 до 90% бюджета семьи на всякие таблетки для похудения, чудо-мази, фитнес-программы. Черта характера – обжора. И бонусом может рыться в мусоре, чтобы найти еду и всякие плоды. Четвертый секрет – игроманка. И эта девушка постоянно делает ставки и покупает лотерейные билеты. Работа любая. Убыток чем выше семейный бюджет, тем выше ставки. Если она залезет в долги на 10 тысяч символионов, то ее закрывают дому, пока она не выплатит все это дело. Черта характера – клиптоманка. И в целом это и бонус, потому что она что-то может воровать. И также рыскать по помойкам в поисках денег. Ну и, наверное, когда-нибудь что-нибудь она выиграет в своих этих лотереях. Пятый секрет – это кошатница. И эта девушка будет собирать всех кошек по округе и добавлять в свою семью. Имеет костюм кошечки. И ее работа должна быть связана с животными. Черта участка – место встречи кошек. И убыток в том, что расширить семью – это сложность, так как много занято все животными. Надо устраивать скандалы, портить с ней отношения, выселять всех животных на улицу. И также она тратит от 10 до 90% бюджета на еду для кошек, лекарства и тому подобное. Черта характера – любит кошек. И бонус роется по помойкам в поисках еды. Шестой секрет – это трудоголик. Эта симочка должна работать полный рабочий день на такой карьере. И прокачивать каждый день один уровень навыка. Если вдруг она это не делает, убыток в том, что она тратит от 10 до 90% бюджета на всякие различные курсы, онлайн-обучение. И еще она думает, что материнство может помешать ее карьере. И поэтому зачать с ней ребенка можно только в день ее повышения. Ну и плюс, если у нее есть еще для этого настроение, и она хочет в этот период завести ребенка. Высокомерно ведет себя с безработными, у всех узнает, работают они или не работают, и становится с ними даже врагами. Черта характера против детей. Последний седьмой секрет – это шизотерик. Она постоянно меняет свой внешний вид и заводит друзей сверхов. Также она сама очень хочет стать сверхом, и от настроения будет зависеть, кем она хочет быть русалкой, оборотнем, магом или вампиром. Работает она на себя, либо в карьере паранормальная. Дома появляются различные негативные испытания на участке, негативные свойства участка. Это тоже будет проблема. В этом убыток. И в целом рандомно с ее близкими происходят различные неприятности. У нас на дворе третий день осени. Ребятки переодеваются. Приехали, посмотрели на свое ранчо, на свой дом. И что у нас тут? Поболтать с Ариэто. Хорошо. Сейчас как раз вы болтаете, и Ариэто тебе расскажет свой секрет. Мы все очень ждем. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете. Какой секрет ей подойдет. Что вы хотите увидеть. На кого она похожа? На кого? На кошатницу? На изменщицу? Или игроманка? Не знаю, не знаю. Пока что у них все весело, они ничего не знают. А я жду. Доверенное мое лицо сделала рандом всех этих секретов. Я сама не знаю, за какой девочкой будет какой секретик. Получается, все симочки, которые были в доме, получат свои разнообразные секреты. И те, кто переехали уже сейчас в город, они тоже уже будут жить со своими секретиками. Но мы не узнаем, с какими. Может быть, при каких-то условиях там это случится. Но не знаю. Сейчас мы точно об этом не узнаем. Внимание, мне прислали, мне прислали, что это число 3. У нее секрет под номером 3. Что у нас там было в третьем секрете? Давайте, я уже не помню, кто помнит. Кто уже понял? Я еще ничего не поняла. Так, так, где мои секреты? Это, это, это. Это, это, это обжора. Ё-моё, офигеть. Блин, Ретта, я даже не знаю, повезло тебе, не повезло. Как вы считаете, подходит ей этот секрет или нет? Мне в целом кажется, почему, почему бы и нет? Она, знаете, такая вся стройная. Возможно, из-за того, что она очень часто сидит на диетах. Как раз любит такие вот экстремальные способы похудения. И сейчас у нее такой период, когда вот она диетует. Но, как вы знаете, это такое опасная, опасная дорожка. И всегда можно пойти не туда по ней. Так что наш, наверное, парень сказал, ну, ничего страшного. Ты прекрасно выглядишь. Все у тебя хорошо. Наверное, ты слишком сильно загоняешься. И каких-то особых проблем у тебя с этим нет. Видите, он утнулся в телефон и такой, да, в целом ничего такого. Ну, давайте посмотрим потом по игре, как у нас сложится и принесет ли действительно это большие проблемы или не принесет. Если вам понравилась серия, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И уже в следующей, второй серии мы ее приоденем согласно условиям и начнем выживать в нашей игре, развивать династию. Всех жду. Всем пока-пока.